Привет, привет! Приглашаю вас сегодня прогуляться с нами по музеям. По чуть-чуть, по-быстренькому. Ливанский национальный музей. Мы уже несколько раз были в этом музее. Я была одна, я была с детьми. И вы с нами прогуляетесь. В этот раз мы пришли именно для того, чтобы посмотреть третий этаж, который находится внизу. Там есть экспозиция мумий, которые нашли в Ливане. И саркофаги, которые раньше не выставлялись для общего запозрения. Круто. Экспозиция на этом этаже полностью посвящена Средневековью в Ливане. Найдены мумии в Кадиша долине и захоронения, которые нашли в Тире, в Саида, в разные периоды Средневековья. Мумии, которые нашли в Грутту Хадиша. Бизантийский период. Золото с амметистом. Катя, подожди, я не буду я. Короче, сюда нужно прийти, чтобы все посмотреть за детали. Тут нету что-нибудь зафотографировать? Нет? Тут нету что-нибудь зафотографировать? Да. Похоронен король битнеса? Я точно. Маленькие амулетики, да? И номер 9. Эджиптян говорила, я точно это египтяна. А это урны с пахом. Кремация. Катя, это детский саркофаг. Вон написано. Подожди. Это же мрамор. Мы все посмотрели внизу. И дети решили, что они еще пробегутся в течение получаса по первому этажу и второму этажу. Девчонки мои разбежались кто куда. Каждое свое любимое место. К своим самым занимательным и увлекательной экспозиции. Каждая из них пошла. Конечно полчаса это ничего. На то, чтобы посмотреть каждый этаж, вам нужно где-то в течение часа точно. Особенно второй этаж. На него уходит больше всего времени. Каждая. 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 Очень радует, что в музее очень много детей ходят. оплата за вход стоит 5000 со взрослого и от 1000 ребенок и много было родителей с детьми причем разного возраста золотое украшение это что софи маски? а ты в своей вышелкой берегу а их маски мне нужны только нет это что посмертная маска опять? а нет смотри это не посмертная опять формированный материал это точно опять посмертные маски это что значит? бог вина бог вина и бог 10 да 10 и 11 и 12 и 12 и год лар вот этот вот ан что? бог пан лесной бог А это банка. А это тоже там, по-моему. Нет, это Юпитер. Стекла куча. Глаз. Другие материалы. Нас вот он. Ну и все. Это последняя уже экспозиция, которая здесь есть. Так что все, Софья. Смотри, это объекты, которые пострадали во время войны в Ливане. Что? Когда был пожар, да? Когда здесь была бомбежка. Вот эти объекты, которые пострадали во время войны. Ну да, здесь же закрыли же все. Это какой-то был объект. Видишь, они прям все слепились в одно стекло. Железные объекты какие-то. Солевые. Тогда затопило же нижний этаж. Ну, нижний этаж затопило. Там, где сейчас мы умеем экспозицию. И после многих лет реставрации открыли теперь все три этажа. Ну а теперь мы пойдем в МИМ. Музей минералов, который находится в Сан-Джозеф-университете. О, все. Коллекция была собрана Салимом Эдде, который начал собирать коллекцию с 1997 года. Она считается одна из лучших и новейших коллекций в мире. И качество минералов, и разнообразие минералов отличает эту коллекцию. Выставлено на всеобщее обозрение 1500 минералов, которые представляют собой 350 разных видов из 60 стран со всего мира. Ну, это откуда он их привез? Это этот человек, который собирал, он потом подарил эту коллекцию минералов Ливану. И он ее собирал со всего мира. Я не буду делать один за одним, один за другим, по-числичной. Это будет для вас повод прийти и посмотреть самим все, что здесь есть. Шикарная коллекция. Все подкнулись? Катя, куда вы включи мне кнопку эту? Оно пока... О, вот она, видно, радиоактивная. Видишь, тут даже формула написана. Катя, все. Флюореса, неважно. Айти, радиоактивный... Подожди, это что это? Айти подает? Да. Это бутылинки, интересно, нашей. Она шли на схеме. Катя, хватит играться? Смотри. А все равно, Эти тоже меняют немного свет. Мама, мама, ты вот сделай мне, а ты ничего. Вот что они вот так. И мама... Я в этом музее уже не в первый раз. Мои дочки, они в первый раз пришли в этот музей. Поэтому они решили, что надо сюда еще раз прийти на час-два, чтобы все рассмотреть в малейших деталях и насладиться атмосферой этого музея. Мама, я буду ходить, ладно? Ходи. Вход в музей платный стоит 6000 взрослый билет. Это что это? 2000 детям после 12 лет, то есть до 12 до 18. И те, кто младше 12, им идет бесплатно. Я тут ушла. Фотографировать я тоже хочу. Хочу увидеть. Ты не будешь Фосиль сфотографировать. Что? Фосиль, там есть выставка Фосиль. Подожди, я хочу. Это активная карта, классная, да? Вот такой. Мы видели вот этот. Да. А мы видели и то, и то. Это в Чайну. Татья, делаешь у нас открытие, где? Где что нашли? Вот этот нашли. Что это такое? Это одно и то же же. Сиптенит. Вот этот. Какой классный. Вот какой классный. Слепую, смотрю. Вау. Возьми другой какой-нибудь. Дефинишин. А дефинишин. Сюда, Софи. Здесь коллекция золота. Она частная коллекция. Ну, тут не только золото тут разное. Там написано должно быть, что это за металл. Да, не написано. А, тут это алмазы тоже. Вот то, что я искала. Почему тут столько охраны? Как ты думаешь? Потому что здесь драгоценные металлы и драгоценные камни. Эту часть экспозиции я еще не видела. Это выставка разных ископаемых. И тут есть тоже интерактивная инсталляция, которую мы пока посмотрим все вместе. Было бы еще описание, что это за рыбеху нашли. А, они написали? Ну, это тут написано. И тут написано. Написали бы. А, неопределенное, а какая-то непонятное что. Какие-то рыбехи страшные. Катя, нравится? Катя, нравится? Как ощущения? Это как нашли и все. Ой, какая-то рыбка. А, неопределение? Катя, нравится? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...